Вот, друзья, вы только что слышали отзыв о проживании в этом жилищном комплексе. Теперь немного о стоимости жилья в этом жилищном комплексе. Квадратный метр здесь стоит 55 тысяч рублей. Строительство этого микрорайона было начато со строительства жилищного комплекса «Лаванда». Стоимость квадратного метра в этом жилищном комплексе 50 тысяч рублей. Всем привет, друзья! И снова вы на канале Евгений Щипинский. Сегодня на календаре у нас 21 декабря, и я решил выйти снять для вас очередное интереснейшее видео. Но прежде я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать вам в Новом Году счастья, здоровья, любви и удачи. Многие из вас спросили, чтобы я показал вам, какие жилищные комплексы строятся у нас в Крыму. И именно об этом будет наше сегодняшнее видео. Ну, а тех, кого интересует вопрос переезда в Крым, приобретения недвижимости в Крыму, покупка земли и постройка своего собственного дома, я могу порекомендовать канал «Крымобзор». На этом канале вы узнаете всю интересующую вас информацию по этим вопросам. Ильвир, автор этого канала, позитивный и отзывчивый человек. Он ответит на все ваши вопросы. Так что не стесняйтесь, заходите к нему на канал, смотрите его видео и подписывайтесь на его канал. Ссылочка на канал «Крымобзор» будет в описании под видео. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал «Крымобзор». Мы находимся в Крыму, на скале Мангуб-Кале, в Бакчисарайском районе. Меня зовут Ильвир, и в 2017 году я впервые приехал в Крым, влюбился вот в эту красоту и остался здесь жить. У меня было много страхов и стереотипов о Крыме. Когда я приехал сюда, я понял, что все эти страхи от незнания. А за эти три года у меня накопился опыт, которым я хочу поделиться с вами на этом канале. Будут освещаться основные вопросы. Как можно переехать в Крым? На что нужно обратить внимание? Каким образом можно купить недвижимость в Крыму, для того, чтобы построить свой домик на берегу моря? Исполнить свою мечту? Свой рассказ я начну с жилищного комплекса столичный, который строится в городе Симферополе, на улице Железнодорожной. Первый дом этого ЖК уже сдан, и в нем живут люди. Сейчас мы поближе подойдем, и я вам все расскажу и покажу. Вот план строительства этого жилищного комплекса. Как мы сейчас видим, на первом этаже дома, который уже сдан в эксплуатацию, уже есть магазины. Вот строительный магазин, также есть парикмахерская, есть медицинский центр. Стоматологический. Есть у нас, вот женщина нам подсказывает, стоматологический. Три продуктовых магазина. Три продуктовых магазина, да? Да, парикмахерская, детский центр, работенок, роботов обучают. А вы здесь живете? Да. Ну и как квартиры здесь? Великолепно. Вот, друзья, видите, вот. Очень тепло, очень хорошо. Рядом оптовый рынок, где процентов на 30 дешевле, чем на московском кольце. Нам очень нравится. Вот сейчас специально пришла в этот дом с обратной стороны, со двора. Есть магазин, очень хороший, называется Домовенок. Получают продукцию Дубровскую. Это Красногвардейский район. Вся продукция очень свежая, очень хорошая, в ограниченном количестве. Но магазин работает под заказ. Можете в любое время прийти заказать, на какое число вам что надо. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Спасибо огромное. Пожалуйста. Вот, друзья, вы только что слышали отзыв о проживании в этом жилищном комплексе. В этом жилищном комплексе предусмотрено строительство пятиуровневой парковки. Пока у нас мест для парковки личного автотранспорта еще мало. Как вы видите, автомобили стоят возле дома. Ну и чуть дальше, вот там вот, возле стенки ГСК, делается наземная парковка. Ну а мы сейчас пройдем во дворы этого жилищного комплекса и покажем, как выглядят дворы. Как мы видим, уже установлены столбы освещения здесь. Тротуары вымощены плиточкой тротуарной. Дом, который передо мной, он еще не сдан в эксплуатацию. И сейчас мы посмотрим и вам покажем, как выглядит здесь внутренняя территория. Вот вы видите, здесь есть вот такие детские качели у нас. Лавочки стоят возле каждого подъезда. Вот, пожалуйста, у нас место отдыха, насколько я понимаю. Сейчас мы зайдем туда и посмотрим, и вам покажем. Вот, пожалуйста, здесь вот такое место отдыха, стол, стулья и две лавочки. На территории у нас уже установлены столбы освещения. И что самое немаловажное, вот моя камера направлена, стоят урны. Также есть небольшой спортгородок здесь. О том, что недалеко от этого ЖК у нас находится оптовый рынок. Буквально в пяти минутах ходьбы вы уже услышали. Ну, а теперь я расскажу вам еще о том, что здесь недалеко и рядом. Вот буквально рядышком за вновь строящимся домом средняя школа номер 30. Она, будем говорить, в шаговой доступности от этого ЖК. Также здесь в районе у нас имеются детские садики. До ЖД вокзала, если идти пешком, буквально минут 10. Если на общественном транспорте вам ехать, то это будут две остановочки. Теперь немного о стоимости жилья в этом жилищном комплексе. Квадратный метр здесь стоит 55 тысяч рублей. Ну что, друзья, вот я и показал вам, как строится один из жилищных комплексов в нашем городе Симферополе. Ну, а сейчас мы с вами пойдем и будем смотреть, как строится микрорайон Крымская Роза. Микрорайон Крымская Роза – это город в миниатюре. Ну, а вы, друзья, в свою очередь, оставайтесь на нашем канале. Не переключайтесь на другие каналы. Не забывайте подписываться на наш канал. Ну, и также пишите нам комментарии. Если мы заслужили, ставьте лайки. Ну что, пойдем и будем смотреть. Микрорайон Крымская Роза Этот микрорайон строят в городе Симферополе на пересечении улиц Киевской и улицы Неконорова. Рядом у нас находится объездная дорога города Симферополя. Также у нас находятся три автозаправочных станции. Рядышком, буквально совсем рядом, возле ЖК Лаванда, находится гимназия. И также гипермаркет Ашан. Ну, и в шаговой доступности от микрорайона Крымская Роза находится и оптовый рынок Привоз. Строительство этого микрорайона было начато со строительства жилищного комплекса Лаванда. Вот как раз он перед вами. Этот микрорайон строит компания Монолит. Сам микрорайон это мини-город. Это просто будет огромнейший микрорайон. Будем говорить так, даже самый большой у нас в Симферополе. Этот микрорайон будет состоять из пяти районов. Здесь построят парковочные зоны, детские сады, больницу, школу. Ну и также различные спортплощадки, зоны отдыха. Если вы захотите приобрести квартиру в этом жилищном комплексе, то цена за квадратный метр составляет 50 тысяч рублей. Как вы видите, строительство идет у нас, несмотря на выходные дни. Буквально рядом со строящимся жилищным комплексом Лаванда вот уже построенный у нас жилищный комплекс. Сейчас мы туда пойдем и посмотрим, как все это выглядит внутри. Ну вот мы с вами, друзья, и зашли на территорию этого жилищного комплекса. Как мы видим, здесь уже построена спортивная площадка, мини-футбольное поле. Также, вот, пожалуйста, вашему вниманию, детская игровая площадочка с горками, качелями. Как вы видите, на мини-футбольном поле дети играют в футбол с мячиком. Также на детской площадке родители гуляют с детьми. Машины припаркованы здесь внутри, во дворе. Ну и также в этом жилищном комплексе есть вот такой вот подземный паркинг. Вот вы видите, как у нас происходит постройка жилищного комплекса Лаванда. Ну а тут же совсем рядом у нас есть жилищный комплекс соседей. Срок сдачи жилищного комплекса соседей 2020 год, 2023 год. Ну вот, вашему вниманию, поэтажная планировка этого жилищного комплекса. Как написано на рекламном баннере, если вы поселитесь в этом жилищном комплексе, то хорошие соседи вам гарантированы. Несмотря на то, что на календаре 21 декабря погодка нас в Крыму еще балует. Выглянуло солнышко, температура воздуха около 14-15 градусов. Ну а вот моя камера смотрит на строящийся жилищный комплекс Черника. Срок сдачи жилищного комплекса Черника 2022 год. Масштабы строительства этого нового микрорайона просто поражают. Масштабы строительства этого нового микрорайона. у нас будет строиться жилищный комплекс фиалка я зашел на строительную территорию ну пока работы здесь не ведутся в принципе это можно было сделать как мы видим еще здесь строительство не ведется идет только расчистка для котлована срок сдачи жк фиалка 2023 год друзья ну вот вашего внимания еще один жилищный комплекс этот жк называется у нас дома этот жилищный комплекс у нас состоит из двух корпусов возле жилищного комплекса у нас есть вот такая вот зона отдыха и релакса как видите вот такие вот скамейки очень огромные на этих скамейках можно банкета если честно устраивать но также можно здесь летом и загорать также здесь стоят вот такие вот необычные фонари освещения ну а это наверное так понимаю будет бассейн возможно стоимость квадратного метра в этом жилищном комплексе 50 тысяч рублей парковки внутри жилищного комплекса нет и парковка сделана вот здесь возле жилищного комплекса как видите вот запарковано очень достаточно много машин вот вход на территорию жилищного комплекса калитка открыта на удивление ну раз открыта калитка значит мы зайдем тогда и посмотрим и все вам покажем вот здесь есть такая спортивная площадочка у нас с тренажерчиками и баскетбольным кольцом и есть детская площадка сейчас я поближе подойду и покажу вам эту детскую площадку по территории этого жека установлены урны для того чтобы люди не мусорили да я думаю люди которые приобрели здесь квартиры они не будут мусорить в собственном жилищном комплексе ну а вот вашему вниманию детская площадочка вот такая небольшая друзья ну и вот рядом с местом моих сегодняшних съемок проводится сельхоз ярмарка сейчас я пройдусь по этой ярмарке и все вам покажу у меня вопрос к вам друзья а у вас городе проводится сельхоз ярмарки и ходите ли вы на эти ярмарки вот здесь у нас продают мясо свеженькая до прошлогодняя до вот мед вот пожалуйста цены вам на мед наш крымский вкусный мед также как видите продают лимон и опять мед продают также здесь на прилавке продают колбасы но рядом с колбасами здесь продают рыбу также продают картошку вот цены на картошку картошка у нас стоит за килограмм 17 рублей ну а вот сейчас я подойду вот продают наш крымский виноград изюм тоже вот цена на виноград агдам 80 рублей друзья а вот устрицы крымские сколько вы говорите 99 рублей 90 рублей штучка 60 80 грамм здесь у нас продают различные консервы рыбные но вот еще прилавок с рыбкой вот камбала наша черноморская не черноморская а ухты это нам уже нам уже в крым везут с мурманска своей камбалы нет а жаль ну а вот наши крымские яблочки яблочки с бочесарая цена 45 рублей конечно друзья ярмарки у нас уже не настолько большие как раньше но радует то что людям перед новым годом предоставляет возможность прийти на ярмарку и купить себе продукты также здесь у нас на ярмарке есть вот такая вот передвижная пицца на дровах как видите пицца у нас готовится в печи а почем пицца молодой человек 300 рублей 1 до то есть и она вот такая вот небольшая до 30 сантиметров да вот пожалуйста вот коробка и и вот в этой печи она готовится птица ну что друзья ну вот вы посмотрели на нашем канале очередное видео хочу вам напомнить не забывайте подписываться на наш канал досматривайте все наши видео до конца ну и также пишите нам комментарии